В Государственной Думе Российской Федерации состоялось значимое событие – презентация энциклопедии «Люди нашего тысячелетия» и церемония награждения его участников памятными медалями. Я очень горд и взволнован от того, что сегодня мне вручили эту энциклопедию издания «Люди нашего тысячелетия. 100 лидеров России». Когда меня спрашивали и говорили, что хотели бы внести, я сказал, какой я лидер, что я такого сделал для страны, для планеты, кто я такой, чтобы быть в таком издании. И вот сейчас, когда вручали эту энциклопедию, практически все люди точно так же сказали, ну какой я лидер, что я такое сделал. А на самом деле эти люди привнесли огромную пользу обществу, они привнесли огромный потенциал развития общества. Как в советское время, там очень известные люди в этой энциклопедии, так и уже во времена Российской Федерации, когда Россия стала без Советского Союза. И, знаете, переполняют сумасшедшие эмоции, потому что из детства ты смотрел на этих людей, принимал решения, ставил какие-то цели, мечтал. И потом ты рядом сидишь с этими людьми, и ты понимаешь, что практически ты сделал только в своей нише, в своем направлении такое вот, то, что никто не сделал. Я один из экспертов, потому что у любого человека есть своя уникальность, ее можно раскрыть. И вот там сидят уникальные люди, которые кроме них никто ничего не сделает, точно так же, как и я. И я осознал, что действительно герои нашего времени, люди третьего тысячелетия, это те лидеры, которые действительно творят историю. И когда-то мы в детстве, в школе читали книги, пытались быть героями, смотрели фильмы потом в юности, да, и старались, что вот, да, я должен тоже что-то привнести в пользу общества. И я рад, что вот общество тебя вот поощряет и говорит, да, ты достоин быть вот в 100 лидерах России. Ну посмотрите сами. Здесь на первых страницах это известная личность патриарха Кирилл. Он идет первым. Это Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Здесь такие известные люди, политики. Михаил Боярский, известный актер. В данном случае это Сергей Глазев, да, который известный экономист, известный человек в России. Градский. Посмотрите, вот Дроздов Николай Николаевич в «Мире животных», да. Мы все это помним, где он рассказывал о животных, он путешествовал по всему миру. Он сейчас рассказывает, как он был три раза на Северном полюсе, один раз в Антарктиде. Он изучал такие люди, как Собянин Сергей Семенович. Это мэр Москвы, который принес сейчас в развитие Москвы очень много полезных вещей. Далее, такие люди, как Тришкова Валентина Владимировна. Все ее знают, это первая женщина-космонат в мире. Фотографии вместе с Юрием Гагарином. Да, эти все люди достойны того, чтобы быть в этой книге. И когда мне выпала такая честь тоже быть, я эмоции переполняю. Дорогие друзья, я хочу сказать, что каждый может поставить себе, наверное, цель быть лучшим в жизни. И тогда общество тебя наградит определенными достойными признаниями. Я думаю, что каждый достоин, у каждого есть своя уникальность в мире, в жизни. И эту уникальность нужно уметь раскрыть. И вот, когда люди рассказывают, ну, вкратце, на их историях, когда рассказывают, что они принесли в развитие России или вообще в развитие мира. И почему я здесь? Потому что мы развиваем нами новую экономическую эволюцию мира. Наша задача и цель в ближайшее время, чтобы люди на планете Земля, не только в России, но в планете Земля, стали совладельцами, пайщиками, дольщиками разных компаний, которые приносят пользу миру. И здесь вот сейчас мы общались, и я взял визитку человека, который роботосистемой занимается. И да, это хорошо для внедрения новых технологий, внедрения новых технологий в России. Но в ближайшее время огромное количество людей, в течение 10 лет, максимум 15, люди останутся без работы. При программе NEMI разницы нет, что они остались без работы. У них будет достойная жизнь благодаря тому, что они будут получать определенные прибыли от тех предприятий, где они пользуются теми товарами или услугами этих предприятий, которыми являются собственниками. И главная цель NEMI, чтобы 30-35% населения Земли они увидели и поняли, а для этого, чтобы увидеть и понять перспективы этого развития, им необходимо просвещение в финансах и в инвестициях. Этим мы и занимаемся в последнее время, разработав нашу стратегическую тренинг гений финансов. Поэтому, дорогие друзья, я считаю, что каждый человек, который находит свою уникальность в жизни, он идет по своему пути, он уже лидер. И я уверен, что все лидеры, которые сейчас меня смотрят, все люди лидеры, только нужно найти ту нишу и то направление, в котором вы являетесь лидером. Почему пришло время объединяться в мире? Сегодня мы смотрим, общество объединяется. Везде огромное количество людей, простых людей объединяется. Это даже здесь, если взять эти звезды, непростые люди, которые тоже объединяются в разные группы. И миссия моя личная, которую я нашел буквально где-то 9 лет назад, это помочь объединиться людям и получить просвещение в сфере финансовой инвестиций. Поэтому то, что делается сегодня в мире и то, что мы хотим привнести в развитие общества, это является великим. Наверное, поэтому я и очутился в этой энциклопедии, которые в будущем будут передаваться по наследству моими детьми, внукам, внуками, правнукам. И когда-то они откроют, наверное, лет через 200 эту книгу, скажут, а мой дедушка в энциклопедии развития российского государства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok